МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! С вами программа «День веков. Хронограф». И мы ее ведущие Юлиана Шахова. И я, Евгений Воскресенский. В этот день, 7 февраля, в далеком 1796-м, состоялось публичное объявление о предстоящем бракосочетании Наполеона I и Жозефины де Богорне. Эта поистине роговая пара познакомилась на одном из раундов. Он, Наполеон Бонапарт, к тому времени уже виднейший человек Франции. Она, Жозефина де Богорне, светская львица, вдова, мать двоих детей. Ему было 27 лет, ей 32 года. Их бракосочетание состоялось 9 марта 1796 года. Каждый год в день свадьбы Наполеон преподносил Жозефине букетик фиалок. Она любила фиалки и использовала маленькие букетики и венки из фиалок в качестве украшения своих платьев. Такая романтичная и в то же время загадочная, полная недомолвок, семейная жизнь. Там была не только любовь, но и необыкновенная страсть, притягивающая этих выдающихся людей друг к другу. Вот что говорил сам Наполеон. «Если я на троне сохранил еще некоторые остатки любезности, если вы, французы, не имели государем строжайшего, надменнейшего, угрюмейшего из монархов, то благодарите за это Жозефину. Ее нежность, ее ласки часто смягчали мой характер и подавляли мое бешенство». Что ни говори, а даже сильнейший правитель и полководец робеет перед чарами хрупкой и привлекательной женщиной. С 7 февраля 1952 года на английский престол восходит ныне правящая королева Елизавета II. Елизавета II родилась в Лондоне в 1926 году в семье короля Георга VI и королевы Елизабет. Она получила великолепное домашнее образование вместе со своей младшей сестрой Маргарет. Непредсказуемость ее характера начала проявляться еще с ранних лет. Так, однажды в знак протеста против, как ей казалось, чрезмерной строгости, учительницы французского языка она вылила на свои золотистые кудри целую чернильницу. Юная Лилибет, как ее ласково называли в семье, была с детства настойчивой и целеустремленной. Это доказывает ее историю любви с принцем Филиппом. Когда Лилибет исполнилась 13 лет, она вместе со своей сестрой Маргарет отправилась в круиз на яхте родителей. В Дортмунде была остановка. Девочки играли в саду в крокет, а там же оказался, наблюдая за их игрой, молодой красивый юноша. Он учился в Королевском морском колледже. Звали его Филипп. Это был 19-летний греческий принц. Филипп немного поиграл вместе с девочками, а потом предложил им более увлекательное занятие – прыгать через теннисную сетку. Та встреча, как бы теперь сказали, оказалась судьбоносной. А хотя короля, деда не совсем устраивала кандидатура Филиппа и супруги-внучки, в отличие от самого Филиппа, его вполне устраивала перспектива быть принцем-консортом, то есть мужем царствующей королевы. Но Елизавета добилась своего, и они поженились. Вы смотрите «День веков. Хронограф». В этой части программы мы будем говорить о науке и ее самой гуманной области. 7 февраля этот день стал вехой в истории медицины. В 1847 году профессор Федор Иванович Иноземцев впервые в России провел хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Это была новая страница в хирургии. А операция проводилась в хирургической клинике Московского университета. Уже через неделю Иноземцев провел следующий эфирный наркоз. Практически сразу же за Иноземцевым эфирные наркозы провели другие именитые хирурги, среди которых был Николай Иванович Пирогов. Вскоре подобные операции стали делать во многих городах России. Я когда-то слышал замечательные строки, сказанные одним врачом. Потому врач здоровья теряет, чтоб больных никогда не терять. Вы смотрите День веков хронограф. Теперь самое время поговорить о литературе и музыке. Тем более, что 7 февраля 1812 года родился прекрасный английский писатель Чарльз Диккенс. Его отец был чиновником в порту, разорился и попал в долговую черепу. По этой грустной причине Чарльз уже подростком начал работать и помогать семье. Повзрослев, Диккенс стал стенографом в парламенте и газетным репортером. Уже из первого произведения Диккенса «Очерки Боза» стало ясно, что из молодого журналиста может выйти хороший писатель-сатирик. В 1837 году вышел роман «Посмертные записки Пиквикского клуба». Это была комическая папиря, а ее главный герой – благодушный человек мистер Пиквик, наивный и трогательный благодетель человечества. Друзья часто обращались к Пиквику за советом и всегда получали наимудрейший совет. Так и мистер Магнус, милый и застенчивый человек, собрался жениться. И в этот трудный для любого мужчины час он пришел за советом к Пиквику. Тот посоветовал. Я бы сжал ее руки, я бы нежно отвел в сторону носовой платок, который, как мне подсказывает мое скромное знание человеческой природы, она непременно приложит в этот момент глазам. Запечатлел на ее щеке почтительный поцелуй. Она стыдливо прошепчет мне на ухо о своем согласии. Мистер Магнус сдрогнул, минуту-другую молча смотрел на вдохновенное лицо мистера Пиквика, а затем горячо пожал ему руку и с решимостью отчаяния бросился вон из комнаты. 7 февраля 1873 года в Москве состоялось первое исполнение второй симфонии Великого Чайковского. Виртуозно управлял оркестром Николай Григорьевич Рубинштейн, прекрасный дирижер. С ним Петра Ильича связывала многолетняя дружба. Симфония имела триумфальную силу. Пресса писала восторженные рецензии. Оба музыканта услышали в те дни много добрых слов и поздравлений. 7 февраля на свет появился представитель современной популярной музыки Дитер Болин. Знаменитая половинка дуэта Modern Talking. Дуэт поразил слушателей необычными голосами. Вы смотрите День веков хронограф. Напомню, что сегодня 7 февраля, а по народному календарю сегодня Григорьев день. Григорий Богослов, который будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. А каков с обеда до вечера, такова вторая. А мы, Юлиана Шахова и... Я Евгений Воскресенский. Я думаю, мы прощаемся с вами ненадолго. Субтитры создавал DimaTorzok